В октябре в 11... Африканской столицы еще не было. На радость детишек его торжественно открыли на улице Набережную на юго-западе Черкеска. Завершился седьмой открытый фестиваль документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа «Кунаки». Торжество прошло в драмтеатре. Как исполняются поручения главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова по вопросам водоснабжения жителей республики. Это выясняла делегация с участием представителей управления капитального строительства республики в двух районах – Ногайском и Адгехабльском. Подробности у Али Баташева. Траншею, по которой проложен новый водовод хутора Евсеевский, уже засыпают. Под землей 1 900 метров полипропиленовой трубы, по которой будет бесперебойно подаваться вода. Решение проблемы качественного водоснабжения население хутора Евсеевский ожидало несколько десятков лет. Здесь не было воды порядка 30 лет фактически. И сегодняшняя подача воды является, я не побоюсь этого слова, весьма революционным событием для этих людей. Приезд главы республики Рашид Борисбеевича Тимрезова ускорил решение этой задачи. И буквально не прошло уже и 20 дней, как водовод сегодня уже, вы видите, уже смонтирована труба. Сейчас пойдут испытания водовода, и хутор наконец получит эту долгожданную, стабильную, как сказать, в режиме воду. В проблемном Ногайском районе пока остается вопрос водоснабжения жителей поселка Иркин-Юрт, говорит глава Ногайского района. В селе Садовом Адагихабльского района также отсутствует централизованное водоснабжение. В прошлом году специалисты Адагихабльского филиала управления мелиорацией земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесии на сумму 2 миллиона 190 тысяч рублей провели несколько видов работ. Сделали дренаж, проложили 400 метров трубы, поставили силовое оборудование. Сейчас работы продолжаются. На сегодняшний день сделан косметический ремонт водонасосной станции. Проложен водопровод, водовод 650 метров. И вот сейчас, вы видите, заканчивает уже, ведутся окончательные работы. Также ведется ремонт водонапорных башен. Внутри самого поселка, с села Садово, надо уже где-то менять самые разводящие сети. На данном этапе, начиная от водозабора и до первой точки в село, проблем уже не будет. Это все проблемы с порывами, с потерями воды, все снято. По словам подрядчиков, бесперебойная подача воды в село Садово будет уже на этой неделе. Хочется верить, что вот это начало, оно не остановится только в начале аула. На будущий год пойдет и разводка, и весь народ будет в конце концов по вопросу водоснабжения успокоен. Али Баташев, Артур Жужуев, Вести Карачаева, Черкесия. В Доме правительства прошло заседание Оргкомитета, курирующего вопросы подготовки и проведения мероприятий, приуроченных 70-летию депортации карачаевского народа. Участники заседания обсудили ряд организационных вопросов, в том числе и ход работ по капитальному ремонту мемориального комплекса жертвам репрессий карачаевского народа в Карачаевске. Рассмотрели также возможности о наименовании проспектов, улиц, площадей, аллей в городах и районах республики именами героев войны и труда из числа карачаевцев. Депутат парламента Салый Хабчаев выступил с предложением организовать официальную презентацию книги памяти о жертвах политической репрессии не подлежит забвению, которая была издана по поручению главы республики Рашида Тимрезова на средства депутатов парламента. Идея была поддержана. Презентация состоится в преддверии траурной даты 30 октября. Кроме того, будет организована выставка картин, посвященная памяти жертв депортации карачаевского народа. А в один из дней в поселке Юбилейно будет посажено 70 деревьев. В Черкесске торжественно открыли спортивный игровой городок, не имеющий аналогов во всей республиканской столице. С праздника, ставшего общим как для детей, так и для взрослых. Ахмат Халкечев. Общая площадь спортивно-игрового городка – 2800 квадратных метров. Мэр, я к его открытию на улице Набережной организовала яркий запоминающийся праздник с участием популярных артистов и творческих коллективов. Мэр Черкеска Руслан Тамбиев рассказал собравшимся предысторию возникновения детского городка. И полгода назад ко мне пришел депутат парламента Диссюн Сергей Георгиевич с предложением построить здесь детскую площадку. Он депутат именно от вашего округа. Вот прошло полгода, мэрия поддержала, спонсоры поддержали. И здесь уже у нас хорошая площадка, где будут отдыхать и дети, и старшие. Подарком от юных спортсменов стали их динамичные и показательные выступления. С не меньшим восторгом публика знакомилась и с многодетными семьями. Их в микрорайоне оказалось семь. В течение всей концертной программы спортивно-игровой городок активно осваивался как детьми, так и взрослыми. Нам очень нравится, что происходит сейчас здесь, что город благоустраивается. Дети радостные, жители микрорайона тоже рады. Мы с удовольствием пришли сюда. Видите, дети с каким удовольствием играют. Хочется пожелать городу процветания, хорошего будущего, всего самого хорошего. Мне на этой площадке нравится корабль на пружинке больше всего. Чем эта площадка хороша? Ну, тем, что здесь много детей, тем, что здесь много аттракционов сделали. И тем, что наш президент заботится о детях, чтобы им было где поиграть. У меня больше нет слов. Руслан Тамбеев выразил особые слова благодарности всем, кто принял активное участие в возведении спортивно-игрового городка. Праздник продолжился с чествованием живущих здесь заслуженных людей и вручением каждому из них памятных подарков от мэрии. Ахмед Халкевичев, Михаил Аракелян, Вести Карачаева, Черкесия. В ауле Дагихабль состоялась традиционная осенняя районная ярмарка по обеспечению населения сельхозпродукцией, продовольственными товарами и товарами повседневного спроса. В ней приняли участие около 80 представителей товаропроизводителей, фермеров и индивидуальных предпринимателей. Качество выставленного товара оценил и Мурат Женкёзов. Овощи, фрукты, картофель, зернофураж, мясные и молочные изделия, рыба, растительное масло, сахар, макароны, изделия, крупы, мёд и многое другое. Свою продукцию выставили сельхозпроизводители Карачаева-Черкесии, а также предприятия Ставропольского и Краснодарского краёв. Мы сейчас представляем тоже в Адыгехабском районе, в ярмарке, свой район Прикубанский, свой родной район. Люди вроде все довольны, цены нормальные у нас, продукция реализовывается нормально. Мы привезли на восьмых машинах, привезли морковку, капусту, форель привезли, картошку привезли, мясо. Ну и чем занимаются наши фермеры. Сельхозпроизводителям Адыгехабля есть чем похвастаться. Благодаря реализации федеральных и республиканских мер и программ господдержки удалось добиться значительных успехов в развитии сельскохозяйственной отрасли района. Мы все становимся свидетелями того, что когда есть серьёзное внимание со стороны руководства республики, то отрасль получает второе дыхание. Что случилось в нашем сельском хозяйстве. Благодаря тому, что руководитель республики Рашид Борисбеевич держит на постоянном контроле эту отрасль, её продвижение вперёд, наши производители имеют возможность принимать участие во многих федеральных программах. Это и развитие молочного животноводства, мясомолочного направления, мясного направления, то что касается животноводческой отрасли. Это поддержка товаропроизводителей, которые занимаются растеневодством. И благодаря этим усилиям сегодня наши люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Поэтому сегодня доступными ценами их товары находятся здесь, перед вами, на сегодняшней ярмарке. Администрация района уделяет самое пристальное внимание ценообразованию на основные продукты питания. Вот и на этот раз глава администрации Султан Карданов лично следит за ходом ярмарки. В беседе с продавцами и покупателями интересуется их мнением о ценах, качестве и других важных критериях. В целом ярмаркой остались довольны все. Я взяла муку, взяла масло растительное, мед. Ну, дешевле, все дешевле. Сахар, мука. Замечаний я не слышал, чтобы по цене люди были чем-то возмущены. Пока что идет, так сказать, в интересах с обеих сторон. И производственников, и потребителей. Прошло совсем немного времени, и первые, уже пустые грузовики, покидают площадь. Тем временем, в самом разгаре, большая концертная программа с участием творческих коллективов и известных исполнителей района. Мурат Жантьозов, Дмитрий Устеменко, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Адыге, Хабль. В Черкесске состоялось закрытие седьмого открытого фестиваля документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа «Кунаки». Кинофестиваль впервые после Сочи проходил в Карачаево-Черкесии при поддержке аппарата полпреда президента России в СКФО, главы и правительства Карачаева-Черкесии, Союза журналистов России, Российского конгресса народов Кавказа, фонда «Эльбрусоид», гильдии киноведов и кинокритиков России. Специально, чтобы провести официальную церемонию закрытия фестиваля, из Москвы прибыла заслуженная артистка России Алика Смехова. Вручить гран-при и поздравить собравшихся на официальной церемонии закрытия кунаков пришли известные российские актеры Рафаэль Мукаев и Алина Бужинская. Они объявили, что гран-при фестиваля и денежную премию в 80 тысяч рублей выиграл режиссер из Екатеринбурга Иван Головнев за фильм «Месторождение». Решение жюри в номинации «Культура и искусство» объявил директор ГТРК Карачао-Черкесии Григорий Брынзо. Победителем стала режиссер Манана Какаскирия за фильм «Варвара Бубнова. Россия, Япония, Абхазия. О жизни знаменитой художницы». В номинации «Семья и общество» победила кинолента «Ана Харет», режиссера из Владикавказа Айсаны Шейховой. Первое место в номинации «Вера и надежда» отдали режиссеру Владимиру Левину, снявшего фильм «Крутая Рима». Лучшей в номинации «Было и грядущее» стала картина «Земля-2731» режиссера Натальи Журавлевой. Кроме того, на фестивале были присуждены дипломы Союза журналистов России. Спасибо организаторам фестиваля. Вы подарили нам, понимаете, вот мы сейчас получаем награды, но мы уже получили эту награду. Само участие в этом фестивале, сама дружба, которая вот между нами произошла, между участниками, гостями фестиваля. Спасибо вам за то, что вы открыли красоты своих прекрасных, прекрасной страны. Мы с вами присутствуем на закрытии седьмого фестиваля. Ну, я хочу пожелать, чтобы вот все организаторы, ну, наверное, 70-й фестиваль будет очень сложно увидеть, ну, как минимум на 50-м, чтобы вы все присутствовали и увидели действительно объединяющую силу этого фестиваля, чтобы все народы Северного Кавказа сплотились вокруг этого фестиваля, чтобы вот те результаты, которые вы хотите добиться, мы их увидели. В Республиканском детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей микрорайона Московского компания Ростелеком провела благотворительную акцию «Урок по безопасному интернету», рассказывает Александр Коваленко. В прошлом году в рамках благотворительной программы интернетизации детских воспитательных учреждений в детском доме микрорайона Московский появился интернет. Также представители Ростелекома Юг преподнесли ребятам еще один приятный сюрприз – четыре ноутбука. В компьютерном классе ребята с удовольствием проводят время, черпая каждый раз все больше нужной, познавательной информации. Я благодарна компании Ростелеком за оказанную нам помощь и надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество с ними. Представители Ростелекома снова спешат в детский дом с благотворительной миссией. Видео-урок для воспитанников социальных учреждений СКФО провела лауреат Всероссийского конкурса педагогических разработок Юлия Медведева. Основываясь на сказку «Серый волк», педагог рассказала ребятам, как правильно работать с различными сайтами, обезопасив себя от негативных, навязчивых предложений. Компания Ростелекома придерживается такого принципа, что абсолютно все дети должны быть в равных условиях и должны проходить обучение, иметь возможность для развития. Любознательные мальчишки и девчонки с интересом слушали наставления педагога, а затем с удовольствием поделились с нашей съемочной группой приобретенными знаниями. Из сегодняшнего урока я поняла то, что нельзя указывать личные данные, место, где ты живешь, о себе все, и то, что нельзя открывать почту незнакомых тебе людей. Я хочу сказать большое спасибо фирме Ростелеком за то, что они нам организовали такой урок. Большое спасибо. Я поняла из этого урока, что не надо выставлять фотографии другого человека, без его согласия, не отвечать на те письма незнакомых людей. Слова признательности за душевную теплоту, оказываемую представителями Ростелекома в отношении воспитанников социальных учреждений республики, выразил председатель Думы Ужжигутинского района Шамиль Тибуев. Компания Ростелеком планирует не останавливаться на достигнутом. Они продолжают работу над благотворительными инициативами и социальными проектами. Александра Коваленко, Артур Жужуй, Вести Карачаева-Черкесия, Ужжигутинский район. Память о жертв депортации карачаевского народа и 70-летие насильственного переселения в Среднюю Азию и Казахстан был посвящен открытый турнир по борьбе на поясах в селе Николаевском. Перед началом соревнований участники совершили экскурс в историю тех страшных ноябрьских дней 43-го. Лучшие чтецы и исполнители исполнили патриотические стихи и песню плач. В память о невинно погибших был совершен обряд дуа. С места событий репортаж нашего корреспондента Владимира Гетманова. Он буквально заражен победами своих старших братьев, чемпионов мира по борьбе на поясах. Из простого увлечения борьба стала первоочередной целью в жизни 7-летнего Азамата Баташева. В семье Баташевых образование и физическое развитие детей всегда стоят на первом месте. Мама Азамата Людмила Сиитумаровна, преподаватель родного языка в средней школе Николаевской, всецело поддерживает увлечение всех троих сыновей спорта. Я знаю, что такое уже туша. Уже различаю борьбу на поясах и вольную борьбу. Различаю форму их, какая нужна для вольной борьбы, какая для национальной борьбы. У них очень хороший тренер Ансарджет Таевич Атаркулов. Знаменитый борцовский ковер в средней школе села Николаевская. Именно он стал кузнецей чемпионов. Более 20 лет Ансарджет Таевич Атаркулов занимается всеобъемлющим воспитанием детей. Сейчас участвовали в чемпионате России. Там стали призерами. Мы едем, вот сегодня вечером выезжаем на сборы, на участие на мир, на чемпионат мира. Пусть еще среди юношей тоже один попал на мир. Тоже будет в Башкирии, будет в ноябре. Есть обладатели Кубка мира среди взрослых. Есть призеры России. Национальная борьба тут уж – это живая культура прошлого. Борцы в своих правилах, ритуалах, поединках сумели сохранить нечто такое, что выпало из поля зрения этнографов, историков, лингвистов. И неважно, кому достанется сегодня пальмам первенства, главное – всех объединяет популяризация древнего вида борьбы. Наша задача в том, чтобы дети больше вовлеклись, были привлечены к разным видам спорта, для того, чтобы они не имели возможности больше находиться на улице без присмотра. В то время, когда кипели спортивные страсти на борцовском ковре, на кухне и школьной столовой тоже кипели страсти по еде. Повара спешили приготовить все самое вкусное для ребят. А у юных чемпионов аппетит был истинно богатырский. Вторая половина турнира прошла на особом накале страстей. Когда борцы, схватившись за пояса, медлили, примериваясь к силам соперника, зал замирал. В момент же яростных атак эмоциям зрителей не было предела. В общекомандном зачете первое место у спортсменов из Октябрьского, второе – борцов из Чапаевского и третье – у хозяев турнира из села Николаевская. Солидарен по результатам со своей командой и наш герой Азамат Баташев. Я сегодня занял третье место, и я буду заниматься борьбой и стану чемпионом. Азамат Баташев наверняка станет чемпионом, ведь у него есть стремление, трудолюбие и такой проводник по жизни, как его тренер Ансар Татаркулов, воспитывающий не только спортсменов, но и настоящих людей. Вадимир Гетманов, Дмитрий Устеменко, Рашид Токов, Вести Карачао-Черкесия, Прикубанский район. Таким был поднедельник Карачао-Черкесии. Ждите вестей. Дмитрий Устеменко, Рашид Токов, Вести Карачао-Черкесия. Температура воздуха ночью 0,2, днем 12-14 градусов тепла.